На это заседание суда явились потерпевшие по эпизоду, связанному с угоном автомобилей Дата Басария и Джамал Цава. Согласно показаниям Басария, в день угона, а было это в сентябре 2018, он ужинал с семьей в ресторане «Айтар». Приехал домой, поставил машину во дворе, поднялся домой, проснулся на следующий день, машины нет. Чуть-чуть уставший был, дети были в машине. Дата Басария владел черным Лексусом 470. По словам потерпевшего, ключи вечер угона он забыл в машине, припаркованной в одном из дворов нового района Сухома. К органам по факту угона не обращался, как объяснил, искал своими силами. О том, что его автомобиль нашли, потерпевший узнал от кого-то из сотрудников правоохранительных органов. Тогда пришлось писать заявление об угоне. Меня вызывал министр Аршба, тогда Аршба был, и он сказал, что ты первый подозреваемый. Подозреваемый в чем хотел сказать? Не знаю в чем. Я говорю, я откуда могу знать. И мне уже что на... Мне пришлось написать, мне все нервничать. В чем именно подозревался Дата Басария, ему не сообщали. По словам потерпевшего, его автомобиль был покрашен в белый цвет. Никаких претензий ни к кому у Дата Басария нет. Второй потерпевший – Джамал Цава. История угона схожа с первой. Его машина пропала в ноябре 2017-го из двора частного дома Гагарского района. Поставил машину во двор. Ключи лежали в машине. Документы от машины тоже были в машине. Я не собирался ложиться спать. Сел на диван, уснул. Утром встал. Мне надо было в 6 утра выезжать в Сочи. Встал, машины не оказалось. Джамал Цава владел зеленым 210-м Мерседесом. Он тоже не стал обращаться в органы с заявлением об угоне. Говорит, изначально даже не думал, что машину угнали. Допускал вариант, что кто-то взял покататься из друзей или родственников и скоро вернет. Однако шло время, а машина не возвращалась. О том, что автомобиль найден, потерпевший Цава также узнал от органов. Я проходил, как мне объяснили, сказали, что подозрение. Подозрение у вас? Да, какого-то дела, да. И поэтому вам... Да, так как была машина моя. А если... и что дальше? Если вы написали заявление, подозрение с вас снимались, и в чем был смысл? Что вам сказали? Не знаю. Что на вас есть подозрение в совершении преступления, и для этого надо написать заявление об угоне? Ну, так как машину нашли, сказали, надо написать. И вы подозреваетесь в совершении преступления? Какого преступления вам сказали? Не помню. Похищение или что-то такое. Никаких претензий у Цава также никому нет. Напомню, что на прошлом судебном заседании стало известно, что обе эти машины были обнаружены в апреле 2019 года во дворе родительского дома подсудимого Чкадуа. Одна стояла в гараже, который принадлежит отцу подсудимого, другая в заброшенном гараже, который официально ни за кем не числится. Обе машины были затонированы на момент возвращения к хозяева. Цава свой автомобиль продал. Басария вернул своему авто черный цвет, и его семья по-прежнему владеет этой машиной. Следом суд допросил супруг потерпевших, Кристину Стриевскую и Марию Холодову. Обе они пересказали показания своих мужей и добавили, что никого ни в чем не подозревали в органы, не обращались и искали авто собственными силами. Еще одной свидетельницей по делу была Стелла Арзенба, теща потерпевшего дата Басария. Она стала первой свидетельницей, которая на вопрос, знаком ли ей кто-то на скамье подсудимых, ответила «да». У Эрика Чукатова я знаю. Какие взаимоотношения между вами? Моя твоя родная сестра является тетей, да? Тетей является. Остальных по-тудим? Остальных не знаю. Вы обращались к Эрику в связи с Ростовом, с просьбой помочь обнаружить авто машину? Нет, я лично не обращалась. А кто-нибудь из ваших вопросов? Не знаю, не могу сказать. Следующий свидетель – Руслана Зугубая, сосед родителей подсудимого Эрика Чкадуа. Свидетель охарактеризовал их отношения с Чкадуа как нормальные и назвал последнего добропорядочным соседом. В день оперативно-розыскных мероприятий в апреле 2019-го Эзугубая находился на дне рождения соседки. Ну какой-то шум, гам на улице вышли, посмотрели. Там милиция была, народу много было и так далее. Время суток какое было? Ну вечер был, поздно было. Сейчас точно не могу утверждать именно время, но темно было уже. Вы вышли посмотреть, что случилось? Да. Что вы увидели? Ну, народу много увидел. Ну, в связи с чем Юлиция приезжала? Кого-то побили, кого-то ограбили, что произошло? Ну, там народ стоял, в гараже смотрели, что-то спрашивали, интересовались. А потом, в принципе, как-то так. Вы с Деррика отца там видели, Юрий Грандович? Дядюра возле гаража своего стоял. Его просили открыть гараж? О, это я не знаю, этого я не слышал. Вы видели, как Юрий Грандович открывал свой гараж? Нет, гараж, как он открывал, я не видел. А что в гараже находилось, вы знали о этом? Нет. Не видел, потому что где-то после того, как шум гамм начался, там полчаса, суета была и так далее, ко мне трое сотрудников подошли и забрали в МВД. Я до утра в МВД сидел, почему-то. Прокурор спросил, где сейчас находится старший брат свидетеля Умара Зугбая. Ну, он по состоянию здоровья, ему плохо, он на выезде. А что с ним? Ну, предположения в Краснодаре сказали, что рак, но, слава богу, это все не подтвердилось. Есть болячки, которые можно вылечить и так далее. Он находится на стационарном лечении, в том числе он в больнице лежит? Ну, и лечится, и как бы так. Он в больнице? Нет, не в больнице, не в больнице. Ситуация в зале суда накалилась после вопроса адвоката потерпевших Шамба, Инги Габелая, а некая Матгурец Куя. Габелая спросила у свидетеля Руслана Изугбаа, известен ли ему такой и кем приходится. Тот успел лишь ответить, что родственник. Следом адвокаты подсудимых начали заявлять, что к делу это не имеет отношения. Габелая настаивала, что имеет. Суд вопрос снимать не стал, однако в зале заседания началась ожесточенная словесная перепалка между сторонами. Когда все присутствующие успокоились, заседание продолжилось. По ходатайству гособвинения зачитали показания свидетеля Изугбая предварительному следствию. Основное отличие от показаний данных в суде в том, что ранее Руслан Изугбая говорил, что видел, как Юрий Чкаду открывает свой гараж, а в нем стоит машина темного цвета. Свою подпись под допросом Изугбая признал, однако заявил, что лично не читал показания, а утверждал их на слух, так как в тот день забыл очки. В итоге факт присутствия в момент открытия гаража свидетель не признал. Судебное заседание по делу продолжится 24 августа.